Привет, с вами Ванчис. Дорогие друзья, я Роман Кравцов, хочу представить вам Ивана Попритинского. Мы очень много обсудим в этой, по-моему, интересной рубрике «Жизнь замечательных людей». Поэтому он опишет Иван о своей жизни, о том, как он пришел к растительному питанию, о том, как начиналось его увлечение бодибилдингов и многие-многие другие моменты из жизни его ярких. Окей, я готов. Все по чесноку. Расскажу все как есть. Откровенно. С тебя откровенность. Максимум искренности. С вас позитивные вибрации, лайки и комментарии такие же позитивные. Так, Ванчис, расскажи, пожалуйста, как ты очутился в Питере и вообще где твое детство прошло? Все очень просто. В Питере я очутился прямо-таки на стрелке Васильевского острова. Там я и родился. В первом роддоме, вот так он называется. Если кому интересно, там было около пяти утра, 5 февраля 1983 года. Теперь вы знаете его заостанчик. Да, в принципе, вот с этого момента началась моя питерская жизнь. И, в принципе, сразу вот так вот забегая вперед, скажу, что до 29 лет, всю свою жизнь, да, я прожил в Санкт-Петербурге. Без вылазнов. Ну, были, конечно, какие-то отпуска, поездки. Вот, в основном по России. Да, были там соревнования. Ну, то есть Анапа, там, Ейск, куда-то Абхазия, там, на Домбай. По России. И это было детство? Да, конечно. Потом еще там в Болгарию подъездил, там, в Европу, центральную Россию, там, можно сказать, в Междуречии. Вот. Как и я, ты родился в советское время. Ты артек застал? А, у меня, как, у меня перед носом просто увели такое понятие, как октябрёнок. У меня есть сестра, она старше меня на год. И была история, так, что она стала октябрёнком, и включили значок. И мне тоже очень хотелось на это статусно, да. Вот. И я помню, я собрал, у меня было три значка октябрёнка. То есть там, где Ленин был постарше, там Ленин молодой какой-то, и еще какой-то был один значок. Вот. И, в принципе, на следующий год должны были нас объявлять октябрятами. И этот же год как раз, ну, был условно а-ля, там, второй класс. Все просто обменили. И, честно говоря, я очень сильно расстроился, потому что, ну, меня это как-то мотивировало. И вот та система, вот, Советского Союза, которая будет, там, да, вот, октябрята, там, пионеры. Вот. И дальше там кто-то еще, комсомольцы, наверное. Это все-таки было круто. Это как ГТО, да. Вот для того, в трудоотборной, обязательно были нормативы, которые всех мотивировали. И, может быть, не было, там, тренажеров каких-то, да, или других, там, секций атлетизма. Но были турнички, там, да, люди ходили, да, брусицы, которые, да, вот, выполняли. То есть ты нормативы ГТО реально застал? Да нет, получил, это второй класс. Просто помню, что вот был такой движ, там, да, и старшие товарищи, они занимались этим. А я же смотрел тоже, там, да, с кого берем примерку, да, старшие. Вот. И мне это было все интересно. Но, к сожалению, просто у меня перед носом прям вот... И пионерия тоже прошла. Ну, соответственно, конечно. Сначала Жак Типлёна, потом пионерия. В общем, мимо кассы. Понятно. Но в любом случае ты сохранил память об этом. Пионер был готов. Ну, так и не стал пионером. Ну, я был готов быть пионером. Вообще, по-моему, готовый по жизни человек. И вы сейчас убедитесь. Люблю готовить, да. И готовить тоже. Да, даже если не надо готовить, то готовить тоже. И к этому мы еще придем. Так, до 20 лет. Слушай, как фитнес-спорт пришел в твою жизнь? На самом деле, у меня отец очень спортивный человек. Он вырос на Дальнем Востоке, на Сахалине. И его родители туда попали по распределению. Я же тоже живу на Сахалине. 5 лет. Ничего себе. Круто. Значит, ты был там, откуда моя генетика. Примерно там, да? Моей генетике прописан Сахалин, Южный Сахалин. А отец затем приехал, получается, в Санкт-Петербург поступать в институт, в университет. И затем он очень много занимался спортом. Там, дзюдо и, естественно, восточным единоборством. Вот. В 7 лет уже точно, помню. То есть, до этого мы занимались спортом. Активный образ жизни, там, зарядки, гимнастики. Вот. Такие даже духовные практики были. Моногетические практики были. То есть, с детства это уже был такой путь самурая, там, да? И шабун. И потом уже пошел не в секцию дзюдо. Сначала я пошел. Вот. И айкидо. И там было, где на одно из помещений был тренажерный зал. То есть, мне было 7-8 лет. И я уже, по первой, какие-то попытки понять вообще, что это, зачем, у меня уже были. Но, действительно, так уже крепко меня зацепило. Наверное, когда мне было лет 15-16, да, может быть, чуть раньше. Точно не помню, когда я начал заниматься винсерфингом тоже. В Близиостровском винсерфинг-клубе. Откуда вообще, в принципе, корни всех винсерферов, там, в Санкт-Петербурге, так скажем, да? И вообще российского винсерфинга. Потому что в Москве это не было, так вот, в Питере. Центральный яхт-клуб, там, да? Был 55-й яхт-клуб. И вот отделение в Близиостровском винсерфинг-клубе. И там тоже было помещение в этом винсерфинг-клубе с тренажерами. Старший товарищ там занимался. И, конечно же, там были плакаты, да, вот эти вот общеизвестные, где какой-нибудь там качок стоит. Дед, в том классе, в техниках. И рассказывают, ну, показывают какие-то упражнения. Мне это было тоже интересно. Вот, мне хотелось стать сильнее, мощнее. Потому что винсерфинг – это вид спорта, где нужно быть клепышом, да, он нужно уметь поддерживать. Мне нужно было подтягиваться минимум 20 раз. А мне получалось, ну, не знаю, там, 6-8. Какой-то год, сколько тебе было тогда? Ну, это, получается, 97-й год, там, где-то туда, 97-98 год. Вот. И все дни, когда там была, ну, так скажем, каталка, там, на винсерфинге, на воде, я был на воде. А в остальные дни я был в тренажерке. Вот. Вот. Набирал мышечную массу тогда уже. И набирал ее не пообщем, принятой схеме, а мне попалась в руки книжка «Думай, часть вторая» Стюарт Макроберт. Вот. И там, в принципе, были заложены фундаментальные понятия о том, как же строить мышечную массу. И, в первую очередь, нужно строить силу. Вот. В принципе, по тем же, примерно, методикам до сих пор и занимаюсь. Только просто прошел опыт именно подготовки себя не по бодибилдингу, а по пауэрлифтингу, вот. Ну, и разные другие, не поисплохо. Тут же ты можешь и сам развить, как ты к бодибилдингу пришел именно соревновательному. Потому что я знаю, ты часто в соревнованиях. Да. Все банально просто. Мне посчастливилось стать инструктором тогда еще по фитнесу в клубе «Планета фитнес» на Петроградской набережной 18 в Санкт-Петербурге, рядом с Абролой, с Невахиновкой. Вот. И просто там у меня была ставка 2 или 4 доллара в час. Меня это не устраивало. И понимаю, что, в принципе, тему можно качать. Инструкторство – это хорошая штука, потому что можно и за 4 доллара преподавать, и за 50. Все зависит от твоего статуса. И наглости. Скорее, от опыта, навыков и таланта, которые можно развивать. В принципе, у меня понимание анатомии было, так как уже отцом было заложено художественное понимание, как тело, как строительство, тело строительства. Все золотое сечение по да винчи. Мне, в принципе, интересно было людям нарисовать руки, мышцы, зверей, в частности, лошади. И анатомией увлекался в этом плане, именно биомеканикой, так скажем. Соответственно, безопасность и техника выполнения упражнений в тренажерном зале – это была основа моего понимания того, как нужно тренироваться. Попав в этот клуб «Планета фитнес», понял, что, в принципе, можно дальше здесь развиваться, можно это использовать как личностный рост, как бизнес, эту платформу. И, соответственно, для того, чтобы просто был выше статус немножко у меня, решил просто выступить на соревнованиях, тем самым подтвердив свои навыки, умения и научив опыт еще соревновательный. Соответственно, как бы в мире бодибилдинга, если ты соревнуюешься спортсменом, хотя бы КМС, или, тем более, мастер спорта, какой-то чемпион, то это более статусно, понимаешь? Конечно, конечно. Соответственно, попробовал свои силы, вот там… Опять же, какой год? Это был 2005 год. Какие соревнования? Соревнования по бодибилдингу, классический бодибилдинг, когда он еще назывался такой год великая категория, второй год – это был мужской бодибитнес такой, вот. Ну, этот же классический бодибилдинг, в большей категории. Но я имел в виду не только категорию, но и название соревнований. А, это был, ну, цветный чемпионат в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге. Готовится, коллектирует там питание, вот, тренировки. И в итоге первое выступление было третье место, но а там потом еще несколько выступлений, и в итоге мне посчастливилось выиграть Кубок Восточной Европы по бодибилдингу. Да, по бодибилдингу, вот. И это мне было, получается, 24 года, где-то так. Вот, соответственно, сразу же получил звание мастера спорта. И после этого еще думал выступать или нет, но решил, как бы, все-таки не выступать, потому что тема, как бы, соревновательный бодибилдинг – это не шутки со здоровьем, там, лучше не шутить, вот, и, в принципе, мне, как человек, который получил один из лучших титулов, просто понял, что тогда это был подарок судьбы для того, чтобы я прошел как можно быстрее, наверное, этот левел, да, этот этап и перешел к другому, то есть получал другой опыт. И я прошел в пауэрлифтинг, тяжелую атлетику, где мне тоже удалось выполнить норматив мастер спорта. Ну, и там был тоже тренировок, у меня там почти полтора года где-то тренировок под руководством. Олимпинга, лекарственники Гирнесса, вот, восьмикраткие чемпионки мира – пауэрлифтинг Лавомянцева Наталья, вот, земля и фугово. Краткое замечание по поводу пауэрлифтинга – это силовое трейболе, и для тех, кто не знает, то есть только по трем упражнениям люди соревноваются – жим в штанге лёжа, приседания со штанга на спине и становая тяга, опять же со штанга. наилучшие результаты, то есть он самый максимум показывается в каждом из этих трёх упражнений. И считается потом сумма собранных килограмм. Соответственно, по сумме уже смотрится, кто победил, то есть не сможет там, кто больше ввесел, кто больше пожал там, или больше потянул в отдельности. То есть сумма, какую собрал, и она достаточная может быть для того, чтобы выполнить мастер-эспорт или живые трёх упражнений? Да. Открыты чемпионаты, значит любой спортсмен может участвовать, с любого региона, даже иностранец. И твоя весовая категория какая была? 90. С какими результатами ты выступал? Максимальный присед у меня был 290 килограмм. Это экипировочный дивизион, да. Шикарно. 290 килограмм это присед был, жим лёжа 205, и становая тяга 265. Максимальный директор. Ну результат, не веса. В принципе, да, очень тяжело, на самом деле, действительно тяжёлая пахота. Это вот все павлитеры, просто пожизненный респект. Тоже мне был удовольствием, какой трамотик мастера спорта, на чём я остановился, потому что, ну, ещё с детства меня приучил там отец, ей бабушка, у меня 25 лет, которая работала на кафедре спортивной травматологии, она говорила, главное правило спорта – это вовремя уйти. Каким бы видом спорта ты не занимался, вовремя уйти, потому что, в конце концов, может быть травма, которая будет несовместима, в принципе, не то чтобы заездить спортом, да, и может быть даже с какой-то более-менее комфортной моей деятельностью. В итоге ты вышел из бачёвого спорта без травм, без серьёзных? Без серьёзных травм, да, то есть травмы были, всякие разные там переломы, вот, но это от экстремальных для спорта. У меня перелом здесь плечо-лучевой, здесь пясный, в колене у меня двойной перелом колена был, бедренно-берцовая пластипаль полна. Множественные всякие растяжения, там, да, какие-то надрывы, там, всё это есть. Где-то около девяти у меня здесь рассечений, вот, под одним, под другим глазом боями без правил занимался. Даже так. Ну, типа, да. В принципе, конец девяностых, мне кажется, тогда все занимались боями без правил. Я нет. Питер суровый город. Ну, ты знаешь, я из Ростова-на-Дону родом, так что ты понимаешь, Ростов-папа. Ростов-на-Дону. У меня, кстати, в Ростове-на-Дону живёт два двоюродных брата. Ещё одно пересечение. Ещё одно пересечение. Шикарно. Так-так-так. Всё это время ты работал в одном и том же клубе «Планета Фитнес». В каком году ты решил уйти из-за большого фитнеса? Из-за большого фитнеса. Я не решался уходить из большого фитнеса. Получилось так, что я хотел сделать просто перерыв. В «Планете Фитнес» там уже шли какие-то перестройки, то есть там менялись хозяева, вот, клуб переходил там уже из одних там директоров в другим, вот, и мне просто предложили уже в «Олимпик», или там, да, вот что такое «Олимп», или, ну, то, что там это были ещё «Алимс Фитнес», вот, менеджерит туда перейти. То есть я «Планете Фитнес» и предложили менеджерит там. Это был 2011 год, вот. И я просто решил сделать небольшой перерыв, просто чтобы, знаешь, из одной колесницы пересаживаться в другую, я думаю, сделаю паузу небольшую, хотя бы на пару месяцев уеду, путешествую, там, хотел поехать, там, как раз, на Синай, потом, там, во Вьетнам, вот. Ну, и, в принципе, поехал и на Синай, и во Вьетнам, и потом на Бали съездил, и потом опять на Синай. В общем, попутешествовал по Азии, по Африке, вот. И, получается, на сегодняшний день уже, вот, 9 лет, да, уже 8 лет, да, я путешествую, и весь свой профессионализм, профессионализм, ну, профессиональные навыки, преподавание, да, введение, там, грузов, семинаров, там, перевел все это, что онлайн уже. Пользуюсь современными технологиями. Ну, то есть, с 10-го года, примерно, ты стал фрилансером, тренером? Ну, можно и так сказать, да. Я просто люблю, знаешь, отметки ставить полгода, чтобы примерно понимать, вот, какой год это, в том числе, не знаю, не знаю, все-таки с 11-го года. С 11-го. 11-й год, но, если быть точнее, наверное, в 12-й год. Потому что, кстати, я сначала первая пара, я просто вообще ездил, путешествовал, где-то полгода, а потом просто начал опять возвращаться, потому что у меня была клиентская база, так называемая, да, то есть, ребята просили какое-то продолжение истории всей, и уже тогда можно было пробовать начинать на онлайн-тренинге, или же просто я расписывал программы тренировок, программы, там, питание, вот, и отправлял это все по почте. Тогда еще соцсети не так сильно были развиты, вот сейчас это, конечно, намного удобнее всем, вообще. Да. Ок, значит, отправился в странство по Азии. А что привело тебя на растительное питание? Что послужило стимулом? Кого увидел? Что прочитал? Сейчас расскажу. Итак, что побудило меня переход в растительное питание? Побудило меня то, что, именно выехав и начав путешествовать, понял, что, в принципе, вот, жизнь в большом городе, выступления в соревнованиях по тяжелой атлетике, по пауэрлифтингу, и, в принципе, вот, вся эта нагрузка, она, ну, утомила мой организм. Я понимал, что у меня, на самом деле, очень много мышечной массы. То есть, для меня, там, было 90 килограмм, это, вот, вот, был мой вес, там, опять, чем больше, да. Вот. Я занялся, опять, своим любимым делом, виндсерфингом, после большого перерыва. И мне просто колличная мышечная масса была не нужна. Плюс, у меня обострились проблемы с почками. Вот. У меня уже тогда был панкреатит, да, распаление поджелудки, и проблемы с кишечником. То есть, ну, гастрит, там, постоянно надо, все это, на грани язвы. Вот. Выехав, уже понимая, что мне не нужно готовиться к соревнованиям, что я могу спокойно жить, существовать, решил изучить вопросы очищения организма, просто интоксикации, перезагрузки, да. И тогда мне попалась на глаза информация, видеокурсы Марвы Богоршаковны Огонян, Одинцова, 2010 год. И захлёб просто, пересмотрел все книги. Тогда очень мало было информации, не было никаких там Советов, Фролов там еще вообще не выступал. Вот. Была только вот Марвова Богоршаковна Огонян. Была еще Бутенко, вот. Но она, в основном, больше книги писала. То есть, ее материал было мало, хотя и они были. И у вас был только про зеленый котель. Да. Получилось так, что Марвова Богоршаковна Огонян просто открыл мне взгляд на питание человека совершенно с другой стороны, да. Вот микробиология, биология, клеточное питание. На самом деле, все вообще по-другому там. Вот. И у меня уже была база понимания, чтобы диетологию, потому что преподавал в Академии фитнеса. Вот. И там у меня была диетология, анатомия, физиология. То есть, там, ну, знания, необходимые для фитнес-тренера, да. То есть, мы не глубоко там изучали, там, биохимию. Вот, да, вот. То есть, базовые знания для того, чтобы человеку грамотно тренировать. У меня уже на самом деле. Вот. И, конечно же, я перепробовал туда все витрии, традиционных, там, чередований, там, да, там, белковые, там, кето, там, вот. Безублеводные, там, не знаю. Ну, всякая разная система питания. Вот. Интересно, что ты оказался открыт информацией. Ну, не сразу, нет. В принципе, информация о витрианстве в моей семье появилась тогда, когда сестра стала витрианкой. Она стала витрианкой, наверное, в году, не знаю. Это биология. Вера, напомни мне. В 2000, может быть, в 2000, может быть, в 2002, да. Вот. Может быть, может быть, позже. Но не суть. Я помню, что просто, когда я преподавал диетологию, разбирали тогда уже вопросы в витрианство, и моя позиция была на то, что если это идёт, как бы, типа, этическое витрианство, на психике построенное отношение к этому, то я считал это нездоровым раскладом, потому что человек не должен жертвовать собой ради каких-то там зверушек, понимаешь? То есть, как бы, еда – это вопрос выживания. Если же у человека организм не просит, ему не нужно, он живёт без этого, и ему хорошо, комфортно, как это было у моей сестры, то, конечно, да, потому что у всех работает организм по-разному. То есть, у меня не было отрицания полного, у меня было такое. То есть, если это психическое какое-то расстройство, да, там, у человека, там, да, что я не буду есть зверушек, потому что я собираюсь спасти планету, ну, это комплекс мессии такой, да, вот, то тогда здесь нужно с человеком, как бы, ну, внимательно работать, что с ним случилось такое, почему он идёт, и, ну, для меня это было совершенно бросается с крыши. Это твои тогдашние мысли. Да. Но вот, как бы, по здоровью, если организм не позволяет, да, то, да, то, конечно же, что происходит, что-то есть, как бы, диета номер 4, там, что-то, ну, там, вегетарианские, да, вегетарианские, да, вегетарианские, да, диеты, которые подходят для здоровительной практики. Вот. Для себя я тоже решил просто, ну, сначала, так, на вегетарианство попробовал, там, да, что-то такое, вот, просто убрал там тяжёлое мясо, там, ну, оставил тогда яйца, помню, там, вроде, и молочка, да, там, кефир. Вот. Рыба у меня отвалилась автоматически практически сразу, потому что я, в принципе, особо не любил там, да, вот. И, знаешь, мне приносили рыбу, вот, из моря только принесли, так вот, да, там, вот, разделываю. И, в принципе, было потушить на сковороде, там, и всё, она уже готова. Вот. Причём с моими поварскими навыками не проблема. Но я просто там нырял, откуда её приносили, и я, как-то, у нас не привозят дрыбку, я её начинаю разделывать и понимаю, что, блин, а я, вроде, вот, недавно, вчера, вроде, как, плавал, понимаешь, и нам так весело было, там, здорово, понимаешь, он там… Какие интересные мысли. Вот. И, как-то я посмотрел, а он так лежит, одним глазом на меня смотрит, и думает, слушайте, что-то я, наверное, не могу. Я его затушил, ну, притушил, там, поготовил, вот, и не стал даже есть. А вот молочку и яйца оставил примерно, даже вообще, знаешь, наверное, месяц у меня катана продлилась. Совершенно месяц, да? А потом я, вот, проникся именно тем, что решил просто сделать детокс фруктово-овощной. И на две недели я себе решил просто, буду есть только фрукты и овощи без термички. Продержаться смогу или нет? В итоге, вот, две недели я продержался, мне было кайфово, но мне хотелось какой-то каши, или что-то типа, мне уже не хотелось там, каких-то там сыра там или что-то ещё там… В каком-то плане очищение произошло? Да, мне хотелось каши просто, видите, я обожал кашу, да, хотя у меня ежога была, мне нравилось, да, овсянка, каша. Вот, и я очень хотел, я дождался, когда две недели вот закончится, вот, какой-то, моей вот, это вот, аскет там, да, фруктовой. Приготовил кашу, попробовал и не пошла, конечно. Не пошла, да. И потом, вот, меня где-то, будто на три, короче, меня затянуло такое сыроедение преимущественное, то есть, именно сыроедение, иногда лишь, там, тушёные овощи, где-то добавлял, вот, то есть, делал овощной салат, и часть этого овощного салата, например, просто тушил. И делал такой прикорм, там, я не знаю, 50-50, то есть, где-то оставлял тушенок, но в основном всё было уже без термички. И это было начиная с 2011-го? Нет, это 2012-й год, это лето 2017-го года. У меня отказ от мяса в 2011-м году произошёл, как раз, так как у меня первые три года было, также с яйцами и молочкой. Но я подольше, намного дольше держался. Честно говоря, просто после бодибилдинга, пауэрлифтинга, вот это всё мясо, молочко, вот эти вот яйца, там, рыбы, я уже смотреть не могу, реально. Просто когда, вот, в спорту, бодибилдинг, там, да, или, по-моему, там, это твоя профессия, часть твоей профессии, то ты ешь шесть раз в день. И уже, вот просто, вот, наелся, понимаешь? Да, ты, да, ты, да, ты издаёшь приносить удовольствие. Ну, конечно, ты знаешь, надо обязательно что-то содержать, там, вышли, и всё остальное. Это вот люди, которые не доели где-то, там, да, вот они пытаются всё время что-то съесть, что-то им не хватает, там, да, вот, какие-то дефициты постоянные, там, да, вот, не знаю, примерно едят постоянно и не могут насыщаться, да. Для меня просто еда – это была работа, и мне реально надоело есть просто, да. Я люблю поесть, так, и буду вот человек, вкусно поесть. Но при этом, при всём, мне хочется ещё и классно, он чувствует себя классно, там, да, лучше, чем год назад, понимаешь? Каждый следующий год, мне хочется чувствовать себя лучше, чем год, два, три, пять, понимаешь? Это в этом же и есть смысл развития существования. Не то, что мы стареем, нам становится хуже, там, да, нет. Мы набираемся опыта, да, мы узнаём больше о себе, мы лучше себя изучаем, мы лучше себя понимаем, соответственно, мы лучше собой владеем, там, да, и реализовываем себя. На доске ты имеешь в виду лучше себя? Да, в принципе, по жизни, нет. Экстремальные виды спорта – это, для меня, это, как вот, часть медитации, да, вот, явно, когда, вот, когда катаюсь на сноуборде, или, там, на винцерфинге, вот, на лифт-хойле сейчас, это, понимаешь, это, вот, такие моменты… или, там, то ли я сделал, там, вот, это, знаешь, вот, полоскание мозгов собственных, там, да, вот, начинается, что люди загоняют. Вот, когда ты занимаешься экстремальными видами спорта, да, даже… Ну, тренажер-то такого нет, конечно, там тоже, может, рефтагироваться. Ну, смотря, каким профессионализм проходишь, как сказать. Вот, экстремальные виды спорта – ты находишься здесь и сейчас, ты не можешь думать о том, как что-то, потому что, ну, ты сразу же, там, расширяешься. Потому что ты все-таки экстремальные, связанные с риском. Конечно, конечно, и это очень хорошо, как бы стали на место… мозги. Конечно, конечно. Ну, и, точнее, внимание. Внимание, и гормоны разгоняют. То есть, это такая неосознанная практика осознанности, наверное, ну, да? Ну, насчет медитации ты правильно заметил, полностью согласен, насчет медитации на доске. Такая активная медитация. Да, да. Слушай, я… вообще, у Ивана хорошее количество подписчиков, как и в Ютубе, почти 8000. Остались там какие-то… Чуть больше, даже 8150. А, уже за эти пару дней… Расширяется. Подписывайтесь на канал, вот, есть здравая информация. Не всегда часто, как хотелось бы, наверное, выкладываю видео, но, тем не менее, с годами, просто я не интенсивно веду свой, получается, канал, вот. Но постоянно выкладываю информацию полезную, интересную, которую приятно послушать, там, и мотивирую к дальнейшим действиям. Плюс отвечаю на комментарии, конечно же. Ну, приятно же послушать. Такой бархатный голос. И в Инстаграме, насколько помню, 23000 подписчиков. Нет, 17000. 17000. Ну, в общем, хорошее количество, в любом случае. Как ты пришел вот в блогерство? В блогерство я пришел тоже через винсерфинг. Я начал сначала снимать видео про винсерфинг. Ну, вот решил, раз уж буду путешествовать и не кататься на винсерфинге. Ну, нужно попробовать себя в качестве оператора. Снимал винсерфинг, выкладывал видео у себя на канале про винсерфинг. В самом начале, если там мотнете потом видео, там есть видео про винсерфинг. Вот, монтировал их и выкладывал. А потом, на самом деле, смотри, у меня переход был на вегетарианство, там, веганство, сыроедение в 2012 году. И только в 2016 году у меня появились там первые видео о питании, о веганстве. То есть до этого момента я понимал, что я не готов для того, чтобы людям давать какие-то дельные советы. Не достаточно у меня опыта. И человек, который меня переубедил, дал мне такую инерцию, которому я благодарен просто буду всегда. Назови его имя. Подожди, ну сейчас он как бы поменял фамилию. Сергей Добрострайнов. Я думаю, под этим замечательным псевдонимом его многие помнят. Сейчас он как бы Ермаков, да, это его настоящий. Тогда у него был такой сценический образ добрострайнов. Вот, у нас был общий знакомый, который просто ему сказал, что вот есть такой вот Иван Паблетинский, который в теме и живет там где-то там на островах, в горах, но который по питанию врубается и захаживает в качалку, имея при этом увеличенную мышечную массу. Он со мной связался и говорит там, давай проведем там вебинар, хочешь поучаствовать, просто расскажи о своем опыте, людям интересно это. И, в принципе, я на самом деле сразу не соглашался. То есть я говорил, что я еще не готов, информации нужно больше. То, что сейчас у тебя уже есть, это уже то, что многим будет даже много. Потому что не всем нужны такие же высоты, как и тебе. Людям нужно поправить здоровье, нужно вдохновения, людям уже понять, что этот путь уже протоптан, туда можно идти. Это был 16-й год, да. То есть это, получается, первые вот эти марафоны, да, вот эти вот, допождаем, вегетарианство, марафоны, вегетарианство и спорт. И, соответственно, там у меня были первые вебинары, платные, бесплатные, очень много людей тогда участвовало, узнало информацию. Даже то, что по мне много информации, в принципе, об этом, да. То есть у меня нет такого зашторенного взгляда, что только так или никак иначе. Потому что у меня вегетарианство получилось, что не я его выбрал, а оно выбрало меня. У меня был набор неприятностей за здоровье болячих, которые просто говорили о том, что мне нужно убирать животные белки. Ну, почечные недостаточности, какой-то там, вообще там, желательные белки. И так из-за них, как бы, у меня, в принципе, это все случилось. То есть слишком много продуктов распадов. Ну, разные еще могут быть причины, там нагрузки тяжелые, там, что-то еще. Но, когда я убрал просто продукты на животное происхождение, мне стало реально легче. И скажу тебе, что я даже забыл вообще. До сих пор у меня нет такого желания свернуться там, да, или что-то там поменять. Я один из тех, наверное, может быть счастливчиков, что ли, и не понимаю, да. Но меня реально не тянет, да. Мне осознанности хватает понимать, что это не делает меня лучше. Понимаешь, и мне это не нужно. Мне, как человеку, который эгоист, да, который, как бы, в первую очередь, да, мы все эгоисты. Здоровый эгоизм, да. Я забочусь о себе. Мне главное, чтобы я себя хорошо чувствую, чтобы у меня все было в порядке. И дальше, как бы, я уже делаю все, чтобы мне было лучше, да. И я смотрю, если это меня улучшает, тогда мне это надо. Если меня это не улучшает, тогда зачем мне это нужно? Я не буду тратить свои силы и время. То есть в какой-то степени это можно назвать дисциплиной. Но дисциплина именно по Брюссу Ли, да. Это не ограничение, а отсечение всего лишнего. Вот прямо в этой формуле мое фруктарианство. Не потому, что я себя как-то ограничил и сузил в итоге, а наоборот, я убрал все то, что мне не нужно. По мнению моего организма. Ты знаешь, есть такая хорошая фраза, вегетарианство надо заслужить. Я бы, конечно, сказал, что веганство, а то и сыроведение надо заслужить. Где-то даже покармить. И тогда будет приходить тебе информация. А вот уже насколько твой разум открыт эту информацию, насколько он ее воспримет и правильно обработает, и правильно еще включится, это уже зависит от человека. Но кармически, я думаю, не всем это дано, что пришла информация и человек будет включаться. Еще момент. Еще момент. Шестнадцатый год, собственно, это год, когда у меня пришло понимание, что я тоже готов делиться информацией. Глядя на тебя, на Арсена Маркариана, на Алексея Валеводу. Тот год, впрочем, спустя три года, сейчас в сентябре девятнадцатого года мы записываем это видео, по-прежнему за три года не появилось, ну, ярких каких-то новых харизматичных личностей, кто давно уже на растительном питании и грамотно может его преподнести, показать еще своим телом атлетично сложенным. Ни среди парней, ни среди девушек. Фрукторианцев много появилось. Точнее, даже фруктоедов. Но это все такие небольшие различия. Я считаю, что фрукторианство, оно более имеет право на жизнь, чем чистая фруктоедика. Если хочешь, разберем этот момент. Так вот, атлетичных веганов у нас в России крайне мало. Не знаю, замечаешь ли ты или нет. Не знаю, может сразу пописать, следишь ли ты с зарубежными. Немай Дель Гадо, Тори Вашингтон, Миша, к сожалению, не вспомнил. Ну, в общем, среди зарубежных, среди американцев, ну, около 7, наверное, человек можно выделить. Кто прям с количеством подписчиков от 50 тысяч и, как у Немай Дель Гадо, почти 300 тысяч. Не говоря уже о Фрэнке Медрану, у которого миллион. Единственный, наверное, парень, кроме моби, кто веган и у кого миллион подписчиков. Все, я других веганов не знаю. Партнеры у девушек, конечно. Даже эта подруга Немай Дель Гадо, Бьянка Телло, ее тоже там нехилое количество. В общем, я к чему и так. Среди зарубежных, почему-то гораздо больше. И почему-то, может быть, ты как раз поразмышляешь вместе со мной на эту тему. Не найти сыроедов атлетичного вида. Не найти все на веганстве. Давай поразмышляем, почему в России их нет и почему в мире на веганстве, а не на сыровой пище. Ну смотри, на самом деле вопрос очень обширный. Смысл в чем? Что вот для многих людей еда на сегодняшний день, при условиях развития нашего человека, это способ именно выживания. То есть человеку там все полезно, чтобы в рот полезло, например. Это вот на нашем постсоветском пространстве это так. Потому что дефициты, там голод, послевоенные там всякие там репрессии. Но это для поколения, которым мы уже сорок девять за. Да, но все равно это передается в генетике, понимаешь? То есть дальше людей то же самое. То есть это страх остаться голодным и умереть от голода. То есть в этом случае человек, конечно, и вот в моем мире человек всеядный. Чтобы не говорить, что всеядный. Ну все же есть может. Может. Даже я не спорю. Может. То есть разумно это или неразумно, это уже другой вопрос. Вот всеядный, так всеядный. Понимаешь? Все люди могут тасол пить там, я не знаю. Какой зверек себе такой не позволит. Понимаешь? Человек может. То есть человек самое всеядное существо. Но что такое всеядное для человека? Это способ выживания. То есть если будет адаптация. Адаптация. Самые суровые условия. Он может там питаться опилками. А опилки это что? Углеводород. Углевод. Соответственно, можно выживать. Понимаешь? Клетчатка. Клетчатка, конечно. Сибиоты будут очень довольны. Очень довольны. Поэтому, наверное, и продается. Конечно. Сибирская клетчатка. Дальше. Как бы закрытое информационное пространство в принципе в России оно есть. Существует. Опять же, нет людей, так скажем, для того, чтобы сильные движения делать, должны быть сильные организации. У нас в принципе сейчас в стране как бы изо всех этих перестрелок, потом перестроек и все остальное общество разрознено. Разрознено. И, соответственно, какие-то маленькие кучки. Нет такой общности. Нет поддержки со стороны, ну, интереса со стороны социальных каких-то организаций. То есть, если в других странах юриспруденция очень сильно развита. И вот защита прав это очень сильная тема. То есть, есть конституция, есть права, там, например, да, вот и волеизъявление, там, не знаю, там, и ущемлять права человека, как бы, не имеет права, никто так, да. Вот. Соответственно, когда я сажусь там в самолёт и мне говорят вам курицу или мясо, я говорю, мне нужно какой-нибудь вегетарианский выбор. Нет, у нас есть курица. А причем целая дискриминация? Понимаете, будет выбор без выбора, да. Понимаешь? И в какой-то другой организации там сразу же там, вопа, извините, мы там вам сейчас это делаем. То есть, мы это дополним. То есть, это мой интерес, это мой выбор, да. Вот. Опять же. И, соответственно, нету как бы череды каких-то условий для того, чтобы это могло существовать. И плюс, вот, опять же, есть там, корпорации, там, государственные, которые продвигают, там, да, вот тот тип питания, который был придуман и сбалансирован, исходя из тех условий, которые были, да. Но ведь в Штатах их тоже нет. Тогда, в Штатах там, в принципе, знаешь, сравнивая с Штатами, в Штатах все очень развито все вообще. Все. И самое плохое, и самое хорошее. То есть, там есть пространство для развития всего. Здесь же есть какие-то, вот, например, в этой стране, есть какие-то рамки, шторки, да, в рамках которых как вот развивается все. Но это тоже всего лишь этап эволюционный. Понимаешь? То есть, год, два, три, пять, я вижу, как все развивается. Я приезжаю, вот, мы пришли, вот, в частном месте, да, ваказы здесь перекусили, там. Другой себе по кафе ваказ, да. Много всяких разных мест появляется все больше и больше с движением, там, вегетарианство, вегетарианство, да, все больше и больше прав. Вот. Соответственно, и, тем больше люди об этом заявляют, тем больше, понимаешь, вот производителям, да, продавцам, а сейчас у нас капитализация, производителям, продавцам, и все равно им нужно прибыть. И спрос рождает предложение. Как только появляются люди, которые говорят, нам нужны сейтановые сосиски, понимаешь, их начинают делать, да. Как только люди говорят, что нам нужно постное меню, хотя бы, да, не обязательно вегетарианство, но постное, тоже вегетарианское, вегетарианское. Хотя бы. Вот. То оно появляется, да. И, то есть, когда люди умеют заявлять о своих правах, тогда у них появляются возможности. Итак, нет спроса, нет предложения, отсюда нет коммерческого подоплека, фундамента, что ли, да, в производстве продуктов, в появлении кафе, в меню в больницах, в самолетах поезда. Ты к этому, да? Нет спроса, потому что у нас мало информативно, все в основном в рамках ТБ. Да. Люди с этой суставой просто не заявляют о своих желаниях. И еще потому, что не заявляют. Да. Да. Особенно веганые, да. Те, которые переходят, особенно сыроеден, становятся высокобуховными личностями, в итоге, в итоге очень стараются свое эго не выпирать. Ну и опять же, видишь, здесь это что нужно еще? Для того, чтобы человек не называть, он должен быть сильным духом, характером. В принципе, я заметил, что на вегетарианство в медицине переходят люди, которые идут путем от духовного к физическому. Просто проблема этого пути в том, что по дороге от духовного к физическому они теряют это физическое, и к тому моменту, когда они готовы уже там развиваться, физического нет. но хотя бы вот это вегетарианство позволяет раскладывать свои какие-то способности, именно сострадание мира, его понимание. в принципе, вот этическое вегетарианство очень много сделало для нашей планеты, даже если люди не понимали, там, что сильно им не нужны, что у нас есть, например, они просто ради идеи. вот этичность мы с тобой еще обсудим, но давай вернемся к тому части вопроса моего о зарубежном вегане. почему там больше... потому что там уважается выбор другого человека. понимаешь, когда, вот, общаясь с русским человеком, вот еще тогда, там, шесть лет назад, семь лет назад, по поводу моего вегетарианства и веганства, люди просто у тебя явно так крутили, дебил, понимаешь? да, да. когда же общаться с иностранцами, ты спрашиваешь, обалденно, вот ты молодец, вот прям вот сделал выбор. я не могу, я вот люблю эти гамбургеры, ну, вредные у всякого там, эти грилля там все, вот, они понимают, понимают, а ты вот молодец, просто я вот для себя не могу выбор. то есть, понимаешь, здесь люди не отрицают, то есть, если мне это не подходит, значит, ты дебилка, да? вот, то есть, и там уважение к чужому выбору, да? вот, то есть, мой выбор, это мое желание, мое право, и здесь полное уважение. здесь же, вот, в этих вот условиях, немножко это все троллится, да? не уважает, там, чужой выбор. как не уважают, зачастую, эти самые веганы, да? говорят, что, э, это, там, место и сюда, да, я с одним вот веганом там разговаривал, говорю, слушай, а почему ты так вот говоришь? то есть, это тоже не уважение к этим людям. у меня, например, там есть родственники, там, да, которые тоже не понимают физианство, веганство, ты что хочешь сказать, что они дебилы, там, или что там, да? то есть, они в рамках такой. и здесь, понимаешь, когда вот идет вот эта вот междоусобица, да? то есть, поддержки, какую выбору чужого, нету, да? то есть, личное современное пространство, там, да? не соблюдается, там, да? все должны быть такими, как все, да? тогда мы все вместе, все. что там, вот, соответственно, тоже... это про Россию, ты более-менее такое описал. почему же за рубежом? хорошо, я именно про атлетов спрашиваю, про спортсменов. почему такое большое количество? потому что за рубежом это давно развито. и для спортсмена самое главное результат, например, просто здесь сейчас, в России, нету специалистов, там, веганцев, типа, или веганов, которые могут дать квалифицированную, там, информацию, потому что человек будет точно уверен, что он добьется спортивного результата. и все идут по протоптанной дорожке. что все знают, вот, поживу, там, да? и животные, и мелкие, вот, пожалуйста, вот, все, пошли. и он точно знает, что он придет. и рисковать никто не хочет. спортсмену все равно, каким путем, там, да? что он будет при этом прожить, там, да? конечно, он главный результат. слушай, ты меня сейчас навел на мысль. а вот часто дипотетически, если рассуждать, если к тебе обратятся, ко мне обратятся, если я точно отвечу, утвердительно, я смогу помочь спортсмену, прямо на очень высоком уровне спортсмену, перейдя на растительное питание, как-то он улучшит его результат. ты сможешь, ты справишься? у меня есть видео на YouTube-канале «Веган бодибилдер» Вадим Вартлап. два года назад, что ли, получается, обратился ко мне израильтянин парень, да? то есть он там, короче, подвел его по соревнованиям, вывел его на соревнования по бодибилдингу среди всех светов, да? вот, категория 75 килограмм, он стал серебряным призером, то есть вице-чемпионом стал, да? то есть вывел не то чтобы бодибилдера на соревнования по бодибилдингу, где он стал призером, понимаешь, первое выступление это, так сказать, все израильские соревнования? это израильский был, да, чемпионат. «Израиль» вот, вот, да и это конкретно, вот я на него подписан мы тоже уже около двух лет переписываем шарка, да, Вадим Вартлап. вот, и, то есть у меня есть отзыв профессионального спортсмена, который, как бы, вот, прошел со мной этот путь, который сделал форму, вот, и который получил результат в случае кубка, медали и так далее, вот также у меня, конечно же, консультируются там, ребята, узнают там, как, что сделать артопитание ну, конкретно таких запросов, что я всегда же бодибилдингу выступать там, да, там нет, потому что… а я не только по бодибилдингу имел в виду, ну, допустим, вот приходит Мартина Наворотилова, но она и так на веганстве такого уровня, неважно, не обязательно тяжелая атлетика по бодибилдингу, баскетболист, теннисист, гольфист, ну, мы же с тобой можем вылезти, да, прописать ему питание? конечно, конечно, тем более, нет, спортсмену, на самом деле, будет легче, спортсмену уже, человеку, который уже привык, да, к режиму, к дисциплине, и так далее, с ними просто это самые золотые вообще училищи, понимаешь, потому что, этот человек, кто ты знаешь, что он точно… для него вкусно, оно уже не такое, он знаешь, то, что он сделает то, что ты ему сказал, да, то есть, ты знаешь, что ты дал человеку программу, он по ней пошел, потому что он знает, кто такой тренер, кто такой кто такой он? Его задача просто максимально эффективно выполнять все по плану, тогда он становится чемпионом. И, соответственно, здесь вопрос того, что, ой, здесь все классно, ну меня вот, я вот поехал к бабушке, там, да, и вот она меня вот накормила беляшами, и теперь я вот два дня лезть не могу, там, ну, может, вот таких вот случаев не будет. То есть, ну, как же я там могу отказаться, вот тут это, там, бельменник, как бы там еще, подожди, разве по плану питания было на чем-то? Ну, это же, как я вот могу, вот это вот, со спортсменов таких вообще вопросов не возникает. То есть, это люди, которые идут над их целью, это люди, которые понимают, что питание — это средство достижения результата, а не какое-то развлечение, там, да, вот это в страсти, вот они по поводу питания не купаются, не, как говорит мой друг, не делают культа без еды. И все-таки давай разберем, почему же фараедов нет среди профессиональных футбетов? Смотря по какому виду спорта? Если говорить про марафонщиков, там, да, то, пожалуйста... Не то, чтобы нету, они есть. Если зайти по хэштегу в Инстаграме «фруктовый бодибилдинг», «фруктовый бодибилдинг», можно увидеть мои фотографии еще одного парня, фотографии и видео. Действительно, парень отличные веса тянет, он там и в пауэрлифтинге хорошие результаты имеет, и по телосложению он, по-моему, молод, великолепно сложен, даже признаю он лучше меня, вот. Но реально на сырухе никого нет. Как так? Нету опыта такого. Понимаешь, почему у меня? У меня опыт сыроедения ел несколько лет. Вот для того, чтобы просто очень много питаться тогда и сохранять выращенную массу, я потреблял, там, 3,5-4 тысяч калорий, чтобы содержать выращенную массу, поэтому, там, 84 кг. И я ел для этого 6-7 раз в день, потому что невозможно, чтобы надо было дробить питание, чтобы инсулин без какао, там, да, вот, таезий, там, да, вот. Вот, и просто мой кишечник превратился в какой-то хайвей, понимаешь, как пища. Понимаешь, я постоянно его пропускал, через него очень много еды. И в конце концов, это тоже стало, как бы, ну, изнашивать его. То есть появились воспалительные процессы, там, да, в двенадцатиперстной кишке, там, в толстом кишечнике. И тогда я перешел уже в более нейтральную пищу, то есть, там, начал добавлять тушеные овощи, там, гречку, вот. И, то есть, вероятно, я так плавненько перешел на гигантство, да, которое мне, на сегодняшний день, больше похоже. У тебя сегодня какое дробление? Сколько с оружием, а сколько вегантских приготовленных? Ну, 30 на 70. Вот, сюда будет 50 на 50, так скажу, чтобы, знаешь, там, ну, да, как бы. Вот, то есть, мне нравятся и свежие, там, фрукты, и овощи, и мне нравятся термические работы, например, ну, вот, из этого, пшено, там, да, вот, гречка. Мне нравится тот же самый, там, не знаю, хумус, там, нутровый омлет, вот, есть видео у меня новое, там, из гороховой муки. Что и привело к тебе, наверное, пол тысячи подписчиков. И, короче, понимаешь, и вот это питание, оно для меня более подходит, то есть, оно меня, ну, как бы, быстрее, что ли, задерживается. Нету проблем с кишечником, потому что они изначально были, да, и, то есть, вот, именно, если бы я просто переходил, там, на сыроедение, условно говоря, с умеренным, там, образом, может быть, мне это не подошло. Но, так как у меня запросы выше, понимаешь, мне хочется больше, там, да, и нужно содержать мозг, то пошел уже на износ, да, и мне это, как бы, не зашло, скажем. Поэтому, сделайте, прошу вас, сделайте очень правильный вывод. Он не заключается сейчас в том, что сыроедение не подходит для большинства людей. Сыроедение не подходит для тех, кто хочет набрать мышечную массу. И то, и другое возможно. Здесь, к сожалению, вкрадываются индивидуальные особенности. Ну, тот самый якорь, который тянется... Во мне так можно на сыроедение набрать мышечную массу. Вот реально тебе говорю, что... Конечно, можно. Опять же, при условии добавления туда, там, протеина, да, подсолнечника, там, эрегоноприанного, там, да, raw-протеин, вот. И, в принципе, того питания, которое было, можно, у меня это получалось. Хоть у меня и была там мышечная память, условно говоря. Потому что я был 90, потом улетел, там, до 68, что-то такое. Да, у меня вес улетел. Может быть, даже меньше, я не помню. Я, там, на сухом голоде, может быть, даже меньше у меня было. Потом опять равнялся, там, 84, 85. А максимальное, сколько ты голодал? У меня было максимально, там, что-то 10 дней. Такое было. 10 дней. Как перенес это? Тяжело. Тяжело. Вот, да. Тяжело. Было очень тяжело. Именно сухие дни. Самая тяжелая, самая тяжелая ломка. Вот. Это когда все органы, просто чувствуешь, каждый в отделе, все вместе. Болевые ощущения очень жесткие, потому что органы уменьшаются в размерах. Потому что, ну, я так на себе это понял, что они принимали свою естественную форму, уходили в воспалительную воду. И оно сдавливало, так, знаешь, когда желудок уменьшается в размерах, после того, кто поел. Мне кажется, что нужно поесть, короче, да, улучшать вот это, потому что голодный там, да. А это просто больно, аж там, да. Что этот желудок может уменьшиться в размерах. Вот так вот каждый орган уменьшается, и ощущения очень жесткие. Вот. Но за то, как бы выходы из голода, они все-таки у вас, можно сказать, конечно, эрфорическое состояние. Это у тебя было в Египте? Да, в Египте. Это было. Замечу, что большую часть времени, в течение года, Ивана живет именно в Дахабе, в Египте. Ну, в жарких странах, там, где много солнца, да. Зимую, там, где много солнца, да. А я думаю, ты бросил якобы именно в Дахабе. И именно из-за бен-серфинга. По большому счету, да. Ну, так сказать, то есть вин-серфинг, там, да. И, в принципе, когда полеты были прямые, вообще было классно, там, да. То есть сейчас пересадка умирается сложностями. Вот. Из-за политических событий? Экономических, политических, там, всяких разных, там, да. Слушай, а чего я ни разу еще не видел у тебя ни в видосах, ни в постах? Этичность. Тебя это не трогает. Ты просто решил не касаться этой темы. Ну, допустим, я пишу постоянно, регулярно. Потому что не посещайте, там, цирки, зоопарки, о том, что мясо – это убийство животных. Ну, и так далее. Ты понял. Вот это экетичный момент. Почему ты его обходишь? Потому что, извини, но я вынужден задать экетичный веган. Я обхожу этот вопрос. Я говорю о том, в чем разбираюсь, так скажем, да. То есть есть моя профессиональная среда. Вот я не говорю, там, вы знаете, о космонавтике-то, да, и ядерностроении-то, да. Я не разбираюсь в этом, ну, реально, да. Я мало что могу сказать вообще, в принципе, там, по биохимии, кроме поверхностных понятий и личного опыта, да. Точно так же… Ну-ну-ну, биохимии, ты хорошо разбираешься. Биохимии продуктов, уж точно. Смотри, вот то же самое касается этического веганства, там, вегетрианства, да. Для меня это абсолютно нормальная вещь, то есть, там, да, это гигиена, да, вот, кажется. Но я не продвигаюсь и не разбираюсь. Я не знаю лидеров движения, я не знаю, кто чем занимается. То есть это не моя стезя, да, и поэтому я этим не занимаюсь. И поэтому не продвигаю такие моменты, да, то есть меня это не озадачивает. Я знаю точно, что я вообще в принципе веду свои блоги, и если ты обратишь внимание в мои видео, мои посты, я никого не призываю к вегетрианству, гианству, там, в поле к сыроедению. У меня всё говорит о том, что есть польза вот в этих продуктах, что растительные белки – это тоже белки, да, что нужно структурировать рацион, принимать физической нагрузкой, да, то есть я даю те, ту информацию, которая подойдёт всем, понимаешь, и которая не будет, например, у человека вызывать какое-то отвращение там, да, или протест, там, или что-то ещё. То есть моя задача, получается, как бы объединить миры, понимаешь, и тот, и другой мир, чтобы получал, как бы, информацию, и при этом при всём не было этих международных. Конфликт интересных. Да, конфликт интересных. Поэтому я никогда не топлю вообще за то, что у берега ни в коем случае не ешь того, там, да, не навязываю никого. Просто говорю, да, люди тебе нравятся, тебя устраивают, делать. Главное, тренируйся, там, да, если тебя устраивает твоя физическая форма, умение твоего здоровья, тогда вообще ничего не меняешь, да, продолжай делать то, как ты делаешь. Если что-то не так, нужно смотреть. Если эти какие-то болячки тебя не устраивают, какой же внешний вид и образ жизни, что нужно делать, ну, менять образ жизни. Однозначно. Если что-то не устраивает, что-то нужно менять. Да, конечно. Только для этого нужно включить голову, разум и понять, что же нужно изменить. Ну, окей, и вполне имеешь право на такое ведение, да, своей деятельности. А насчёт экологичности, ну, насколько ты заморачиваешься в плане пакетов пластика и так далее? То есть, вот, первое, по поводу экологии, да, живу в практически самом экологичном месте, да, там, в радиусе 200 километров, никаких, там, вредных производств нету. Дальше, конечно же, всё, что касается пластика, то есть, есть эко-бэк, да, вот, сеточки, с которым, так, авосечки, там, да, вот, магазин просто для себя, вот, просто приятнее, там, да, чтобы всё это было с собой. Вот, конечно же, проблемы, там, перепроизводство пластика и всё остальное. Ну, если начинать об этом задумываться, это такие глобальные масштабы, что, ну, реальный человек с неокрепшей психикой может, ну, депрессию впасть, да, вот. Ну, ребят, покрепче и, главное, даже за собой следить, да, то есть, вполне так, но я не буду сильно страдать, если у меня будет, там, упаковка гречки, в которой я люблю мусорное ведро, вот. Вот, конечно же, это, ну, как бы, не очень хорошо, там, для современного общества, что нет у нас, там, сепарации мусора, там, да. Слушай, а в Египте есть раздельные банки для раздельного мусора? Нет, нет. Нет, этого недостаточно, вот, это нужно более цивилизованное общество, и само общество, вот, понимаешь, должно... Вот у нас, как бы, что тоже, опять же, решили себе на кого-то перекладывать ответственность. Кто-то за них, там, сделает дороги, кто-то за них, там, сделает, да, вот, будет экологией заниматься, переработка, потому что еще нет. Общество, в первую очередь, должно заявлять о том, чего оно хочет, и тогда будет уже что-то происходить, да, будет появляться какие-то группы по интересам, как минимум, там, да. Тут у меня есть уже гордость за нас, россиян, потому что множество организаций я знаю на сегодняшний день, ну, тот же разбор, ну, в инстаграме можете найти разбор, уже занимается сосредоточенными точками по сбору мусора раздельного. Поэтому эти люди появляются. У нас очень много экологичных блогеров появляется, в отличие от Египта. Развиваются экологические блогеры, и рестораны, и питание, и веганцы, и веганцы. Все это развивается. Вот я вижу, прям, все расцветает, и все классно, и с каждым днем все лучше и лучше. Мне нравится, в принципе, вот даже в России. Я этим живу. Кто-то там говорит, что там хорошо живет, не хорошо, то есть, не просто России, какой-нибудь другой мир, любая другая страна, страна возможностей. Здесь тот, кто хочет чего-то добиваться, он добивается. Тот, кто хочет с чем-то бороться, он борется. Тот, кто хочет ничего не делать, он ничего не делает. Кто-то хочет, чтобы кому-то все без зло ему везет. Кто-то концеррирует на негативе, у него полный крах. Понимаешь? И действительно, контрасты есть все. В какой-то степени это зазеркалье, в какой-то степени это отражение нас самих. Понимаешь? И поэтому здесь все происходит. Все есть. Смотри, на чем делаешь фокус. Я понял твои посылы. Вибрации, в принципе, здесь такие, они хоть и стрессовые, там, да, вот эти страсти, но, тем не менее, они мотивируют передвигаться, да, и эта мотивация, она видит прогресс. Вот. Безусловно, никто не отменял эволюцию сознания, которая еще происходит, да, и еще происходить, вот. Но просто многие люди сразу хотят всего, да, и чтобы еще кто-то сделал, да, не заявляя даже о своих желаниях. Понимаешь? Просто порой осмучивая эти желания, но даже негативно выключая, что вот кто-то не понимает, а вот как угодно, да. Понимаешь? Ну, хотя бы мы обладаем все-таки этим коллективным разумом, да, мы отправляем туда правильные мысли, да, вот именно заряжать атмосферу, да. Посмотри, переначив твои слова. Ребята, все те, кто смотрит, все зрители, будьте, выражайте одним словом свои чувства и желания. почаще выражаете. Только делайте это разумно. Как раз вот именно поэтому очень эффективно, да, вот эти все мантры, молитвы, потому что человек, посредством вот этих мантр и молитв, он формулирует свои желания, да. А что конкретно ты хочешь? Слушай, мы перед началом интервью обсудили, ну так коснулись, что оказывается ты даже с диджей Листом не знаком. Расскажи, пожалуйста, как это у тебя произошло, знакомство? Ну смотри, диджей Лист, он уже много-много лет, да, вот в теме музыкальной там, да, вот именно диджейство. Диджей мой стал еще в 89-м, наверное, в 90-м. И у меня тоже тогда же где-то вот с 90 тысяч, то есть начали устраивать фестивали, там, по ринцерфингу, соревнования, там, экстремальных видов, просто. У меня, знаешь, нет таких прямо с ним теплых дружеских, там, знакомств, такое, да, но мы с ним пересекались и делали вместе фестивали, естественно, он участвовал в проектах, вот. Вот, поэтому, ну, Питер, город небольшой, да и тогда, в принципе, была тусовка тоже сидела в конец 90-х, 2000-х. Не так уж и много было людей, все друг друга знали, вся богема как бы тусовалась. Это да. Вот, и все-таки на периферии больше не жили. Это сейчас все стянулись в большие города, и очень много людей у всяких разных там, да. Вот, тогда все было намного ближе. А у меня, я был только в начале своего, там, пути, карьеры, как личность, ну да, скажем так, вот. Вот, и мне посчастливилось, там, познакомиться с какими-то там ключевыми фигурами, там, в этот момент. Ой, а у тебя? В этот момент. Для справки, есть такая очень красивая пара, диджей Лист и Эрена Понарошку, единственная вегетарианка в России, у которой один миллион подписчиков в Инстаграме. Вот эти ребята очень красиво пропагандируют, ненавязчиво, легко. Пропагандируют, продвигают, может быть, и подают пример. Да, подают пример, вот, наверное, самые удачные слова, они действительно не особенно пропагандируют, просто подают пример, как можно быть вегетарианцем. Они по-прежнему еще вегетарианят, ну, во всяком случае, молочку точно яйца не показывают, да, так, напрямую. Зато Эрена очень много о эко-теме пишет, вот что мне приятно читать. Конечно, экология. Почему-то еще 15-20 лет назад такое ощущение, об этом громче говорили и больше, а ничего не изменилось в лучшую сторону, там, условно говоря, да. Но при этом говорить начали меньше, то есть какое-то окно Авертона как будто открылось начередное, да, и все подзабили на экологию. При этом при всем я понимаю, что вот то, что мы смотрели в школе еще «Красную книгу», «Вымирающая животная», там уже половины этой «Красной книги» тоже не существует. То есть это то, что никогда не вернется уже. Ну, между прочим, слушай, а ты, находясь в Дахабе, ну, кстати, в других азиатских странах, вообще в азиатских странах, ты замечал, насколько замусорен океан, море? Конечно, конечно, очень сильно, очень сильно, и все это вдоль берегов, и азиаты, на самом деле, они одни из самых таких небрежных таких вот наций, которые, в принципе, вообще мусор выбрасывают везде, любой вообще, по любому поводу, и для его какой-то праздник. То есть я думал, что русские люди, знаешь, такие грязные люди, азиаты, просто у них вообще везде сплошный пластик, и он просто вот так вот кипит, там моря, все океаны, все просто отравлены там, да. Вот куда нужно вести эту идею экологичности в азиатские страны. И заключительный вопрос. Давай. Каким ты видишь свое будущее? Может быть, как блогер? Ну, насколько ты, опять же, готов искренне ответить о своем? Как блогер, как веган-тренер, ведущий? Если говорить о вот этой теме, мне, конечно же, хотелось бы уже запускать помимо академии, там, да, вот, по, ну, так скажем, консультации, там, людей, там, да, в семейный центр, условно, то хотелось бы запустить уже какую-то линейку, так скажем, там, продуктов, там, витамины, да, то есть, там, витамины, минеральные комплексы, те же самые, там, протеиновые смеси, да, какие-то супер-фуды, вот, которые бы просто, ну, производство и, так сказать, продажа, вот, действительно, такой пищи, которые, ну, вроде, там, под собственным опытом и под собственным контролем, да, вот. Сделать дополнительное какое-то приложение, там, да, для того, чтобы людям было легче отслеживать, там, свое, там, рацион питания, степень активности, да, для того, чтобы просто максимально упростить, да, вот, подход к здоровому образу жизни, чтобы это выходило на автоматизм, то есть, некий портал, там, сделать, да, в котором люди могут уже, там, вращаться, набирать себе все, что им нужно, все эти минеральные палочки, там, протеиновые коктейли, там, какие-то, вот, и рацион и меню, то есть, там, доставка той же самого кишин, там, grow food, level kitchen, да, тоже такое, вегетарианское, веганское, там, да, доставка, да, то есть, как бы делать те же самые социальные движения, которые, в принципе, делаются в нашем обществе, да, для людей, которые сделали, ну, или не сделали, ну, у них другой выбор, там, да, вот, другой образ жизни, да, то есть, сюда как бы нести, то есть, больше развивать, ну, такое направление, именно, ну, в какой-то степени, конечно, бизнес, да, в другой степени, это возможность дать людям, как бы, получать, действительно, качественные какие-то продукты, товары, там, услуги, для того, чтобы улучшать их образ жизни, и состояние, чтобы повышать их эффективность, да, чтобы они могли себя реализовывать уже в своих собственных, каких-то, там, делах в бизнесе, в творчестве, да, то есть, мне кажется, вот эта вот социальная такая программа, вот эта вот польза, то есть, взять то же самое, что я делаю сейчас, но более масштабно, да. То есть, не просто свой фитнес-клуб, свой зайчик, а прям свой бренд. Ну, у меня уже есть бренд, у меня есть собственная система оздоровления, знаете, как это, есть бренд, там, vegan power, там, да, ванчис, vegan power, там, да, вот, есть свой логотип, там, и, соответственно, уже все есть для этого, да, вот, то есть, время подходит тому, что уже будут реализовываться эти моменты, потому что должна все-таки быть и у нас благоприятная социальная, обстановка экономическая, конечно же, для того, чтобы просто много сил, там, не ушло в пустую, да, просто делаешь бренд, там, да, а ситуация не та, там, и что в итоге, там, да, И в то же время лови волну, потому что это уже сейчас начинает подниматься. Конечно, потому что мы уже на этой волне давно-давно катаемся во все, получая удовольствие, вот, и как-то помогая людям тоже выгребать, знаете, эти же, там, волны. Поэтому уже, как бы сказать, уже запущена вся эта машина, уже все, на самом деле, происходит, вот она на глазах, просто мы немножко торопим события иногда, там, да, или желаем большего, а нужно все-таки уметь, да, вот, уметь позицию наблюдателя и видеть, как все прекрасно развивается. Что пожелаешь, смотрящим нас? Быть бдительными, да, вот, и, как сказать, ну, все-таки, конечно, как бы, по совету, как специалистам, да, вот, в плане питания, в плане режима, обращаться к специалистам, да, людям опытным, чтобы понимать, что, там, наше жизнедеятельное здоровье – это и питание, и тренировки, там, да, вот, в балансе, потому что это действительно вопросы, касающиеся выживания, там, да, лично, каждого из вас, поэтому нужно относиться к этому, ну, ответственно, вот, да, быть бдительными, не забывать, там, о том, что жизнь – это удовольствие и радость, там, да, а не какая-то, там, карма, там, или что-то, там, да, вот, что-то тяжелое, там, тренировки, это, там, что-то ограничивающее, нет, это как раз дающая возможность, ставить цели долгосрочные по жизни, чтобы понимать, что ты должен быть, хоть и мы живем, там, здесь и сейчас, настоящим находясь, но вся наша жизнь, она, это инвестиция в будущее, мы хотим быть счастливыми, здоровыми, не только сейчас, а и через 10, через 15, через 20, 50, там, 60 лет, и именно туда нужно, да, выстраивать стратегию, то есть, как бы выстраивать стратегию, я хочу быть, там, 50 лет, ну, миллионером, да, неизвестно, что будет, какие будут экономические условия, может быть, это вообще будет не нужно, там, да, у всех будет все в достатке, а вот поставить задачу, чтобы ты был здоров и сильный, да, вот, это интересно, потому что, действительно, в этом возрасте силы и здоровье, не что другое понадобятся, да? А это да. Вот, и, соответственно, исходя из этого, уже действовать дальше, вот, ну, и, конечно же, там, подписываться на канал, там, да, ставить лайки, оставить комментарии, вот, делиться своим опытом, впечатлениями, да, просто быть более открытым, уметь принимать чужую, ну, позицию другого человека, вот, и не навязывать свою, а, как говорится, просто быть примером, да, для подражания, там, кого-то, или просто для самого себя, там, даже, достаточно, да, для своих близких, для тех же близких, там, да, ну, и не требовать, там, ни от кого, там, больше, чем они могут, там, невозможно понять то, что, невозможно понять, там, на том уровне, на котором человек находится, вот, но, тем не менее, находится много людей, которые это прекрасно все понимают. Я благодарю тебя за этот честный, откровенный рассказ о себе, благодарю, что поделился многими интересными мыслями, фактами своей жизни. С вами был Роман Кравцов, Иван Попрятинский. Действительно, подписывайтесь на наши каналы, ссылку на Ивана я, разумеется, размещу ниже, смотрите ниже, комментируйте, позитивно комментируйте. Буду рад вашим вопросам, предложениям каким-то. И, гоу, веган! Да, увидимся на просторах интернета.